благодарю алексей за активность что друзья мы сегодня опять с вами встречаемся у нас традиционно по средам вот мы читаем с вами с алексеем презентации вот всякий раз новостей все различные новости приходит вот и всякий раз мы с вами встречаемся то больше больше нас то меньше вот поэтому рад приветствовать тех кто постоянно с нами поэтому мы начнем и и Продолжение следует... 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 И на второй уровень, в общем-то, это самое главное преимущество, которое обладает инновационный транспорт Юницкого. Я повторяю, что действительно в современном транспорте много проблем. Сегодня мы еще одно обсудим более подробно. Поэтому у нас зима, слава богу, закончилась в Арабских Эмиратах и в других жарких странах Африки, пески. Есть различные другие сложности с погодными условиями. Но транспортные перевозки, как вы видите, действительно оставляют такие заторы. В общем-то, на первом уровне, скажем так, на земном уровне все приходит в такие вот пробки страшные. И не спасает, скажем так, количество транспорта, не спасает, потому что все находится в одной плоскости. И не важно, это асфальт, не важно, это, скажем так, какие-то пересеченные местности, не важно, это морская гладь и большая пробка, так называемая, для мирового океана. Все вы, конечно, слышали о том, что контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель в Суэцком канале. Он не просто сел на мель, он, в общем-то, говоря, что был сильный порывистый ветер, сбился, в общем-то, повлияло это на то, что он потерял направление, где-то носом сел на мель, потом вот так занесло его и, в общем-то, полностью перекрыл, заблокировал весь Суэцкий канал, вот его узкой части. Значит, блокировку Суэцкого канала обойдется мировой экономике потерям, вот, обратите внимание, 6-10 миллиардов за неделю, оценили эксперты. Вот, и, в общем-то, в обе стороны, так как движение двигалось, вообще в день проходит 9 миллиардов, то есть, получается, там, 4 миллиарда в одном направлении, 5 миллиардов в другом, там, такое было направление. Поэтому, в общем-то, вот такое случается даже и на воде, казалось бы, где достаточно пространства. Мы с вами, так, что-то, что-то у меня не переключается опять, ага, вот, ну, что такое Суэцкий канал? Значит, Суэцкий канал, вот, он был построен довольно-таки давно, в 1869 году, и вот вы видите Красное море здесь, да, на картинке, и здесь Средиземное море. И вот это вот сиреневым цветом здесь отмечено, да, получается бесшлюзовый судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземные и Красные моря. Сонно канала считается условной границей между двумя материками Африка и Евразии и кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана. То есть, соединяет, образно говоря, два океана. Благодаря данному каналу не нужно огибать Африку, и путь сократился на 8000 километров. Вот, значит, длину он имеет 160 километров, да, ширину по зеркалу воды до 350 метров. Вот, ну, данный случай, где вот, скажем так, перекрыл этот контейнеровоз, там, в общем-то, была меньше ширина, может, метров 200. Но факт то, что по дну, вот, если взять глубина 20 метров, то по дну всего 45-60 метров. Поэтому вот он его так занесло, и вот он так вот сел на мир. И вот, и до того, как, вот интересно, такое я прочитал, значит, такое известие, что до открытия канала, пока не было канала, суда разгружали в Красном море, ну, или там в одном из морей, да, на Сухово. Потом грузы перевозили от моря по морю по суше, и там опять загружали. Вот, значит, такая статистика. В 2019 году через канал прошло 19 тысяч судов, в общей сложности 1,25 миллиарда тонн груза, что эквивалентно 13% мировой торговли. Вот, поэтому из-за блокировки могут возникнуть задержки с поставки потребительских товаров. Вот, я уже знаю, что, я слышал, что уже и кофе там дорожает, и различные, вот, электротовары, в общем-то, вот, поэтому здесь, может быть, большие-большие трудности мы с вами увидим уже в ближайшем будущем в наших магазинах, там, смотря что, как пройдет. Ну, я немножко вернусь далее, больше к этому, к этому инциденту. Вот, расскажу свое видение, как я это вижу, да, вот, и мы с вами чуть-чуть далее, потом обсудим еще раз, вернемся к этой проблеме. Как работает технология Skyway? Ну, значит, вы все прекрасно знаете, что это вот запатентованная технология, представляющая себе высокопрочный струнный рельс. Вот он так выглядит, да, то есть это действительно головка рельса, по которой движется, опять-таки, стальное колесо, да. Это сама струна, вот их тут 6 изображено, это действительно струны, которые не на протяжении всего, всей трассы Skyway, они будут неразрывны и натянуты. Поэтому вот это преднапряжение, как я уже показывал, что моя ниточка держала, не могла удержать коробок, и после вот натяжения данная, та же ниточка, уже держала плоскогубцы. Я это показал в опыте в прошлый раз, вот, и вы можете это тоже проделать, когда вы закрепляете, когда натягиваете, увеличивается вот это сопротивление, и удерживается в несколько раз больше груз, чем может быть без натяжения. Дальше вот этот корпус, вот это вот наполнитель, он выполняет несколько функций. Это и фиксация струн, это упрощение стенок, это консервация, и, что немаловажно, шумопоглощение. И далее здесь, вот как на нижнем рисунке, вы знаете, что там, где будет проходить путь Skyway, там, может быть, и электричество всегда будет, и оптиволоконная связь, то есть интернет-связь. Поэтому в данном случае решается очень много проблем. Ну, как вот на этом рисунке, опять-таки, показано, что идеальная ровность, потому что скорость у нас от 150 км в час до 500 км в час, да, прочнее в три раза, и никакие преграды, то бишь это либо какие-то моря, океаны, либо это будут горы, все это возможно обойти с помощью, вот, ставятся анкерные опоры и натягивается вот такая струна. Значит, у нас с вами несколько вариантов струнного рельса. Это жесткий рельс, называется ферма, вот здесь получается до 500 км в час. Вы знаете, что у нас есть такой скоростной транспорт, как Юни-Флэш, он замечательно выглядит футуристически, и вообще все, в общем-то, модели выглядят футуристически, но тут именно испытывался вот он в аэротрубе, чтобы вот эта скорость действительно там достигалась благодаря вот этой аэродинамике. Поэтому вот такая вот жесткая, жесткий рельс представлен в таком виде. Дальше полужесткий, это когда скорость может достигнуть до 250 км в час, да, полужесткая неразрывная путевая структура, гибкий рельс, получается, до 150 км, и вот тут вот этот гибкий рельс может использоваться на расстояниях до 5000 метров или до 5 км, то есть любую реку можно перейти вот благодаря вот этой вот структуре. И есть, вы знаете, колтюбинговая труба, это вот тоже у нас представлено. Вот я сейчас в следующий... ой, простите, секундочку. Так, где-то у меня пропал этот самый. Вы знаете, у нас в Экотехнопарке есть у нас там картиночка, где-то я ее не увидел здесь. Значит, у нас представлены все вот эти вот виды транспорта, наверное, будет чуть-чуть ниже. Это вот я покажу вам. И действительно, это было разработано для швейцарцев, потому что у них вот, конечно, используется вот, допустим, много... Вы знаете, горная местность там, поэтому используются различные... Подскажите мне, как называется, да? Ну вот, вылетело из головы, как... В общем, все лыжники ездят на вот это вот, да, вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот. И вот эта легкая вот была для контюбинговой труба, потому что она... Ее очень легко, в общем-то, заменить вот те... Те структуры, которые там были построены. Ну, бывает, что вылетит из головы, и не могу сообразить сразу. Вот. Ну, вот смотрите, я сразу... Вот у меня была когда-то лекция большая, да, что в Китае. Когда Китай стал развивать... Почему я вот в эту картинку решил вставить? Потому что вот вы знаете, как у нас выглядят наши, да, дороги в Скайбейске. И вот как в Китае решали эту проблему. Видите, тоже, скажем так, можно сказать, вот опоры, да? Но это далеко не те опоры, которые у нас. Вот, в общем-то, они выглядят, в общем-то, масштабно в таких, знаете... По сравнению в Китае на ее расстоянии, видите, целые города представлены. Тут город какой-то, да? И там... Или такой огромный с этой стороны. А здесь вот такое пересекает все это. Представляете, сколько это нужно бетонос, как это все смотрится громоздко. И строили они очень быстро и не соблюдали даже некоторые технологии. Поэтому сейчас снижены скорости там с 350 до 300 километров, да, вот по этим. И я хочу сказать, что все равно технологии... Вот китайцы пошли таким путем. Потому что не было... У них не было такого вот шанса, в общем-то, пока еще узнать вот о Skyway. Может быть, в будущем, конечно, они будут искать подобные технологии. Но надеюсь, что, в общем-то, Skyway уйдет далеко вперед. И если только что китайцы смогут только даже, скажем, не то, что повторить, а может быть, даже купить эту технологию там, и чтобы юнистский стринг технологии именно делал это в Китае. Конечно, они любят это все воровать, что-то делать, но насколько это все тонко, настолько все это запатентованно, настолько там нюансов, что навряд ли можно так вот взять и просто украсть и сделать. Очень много нюансов. Но, итак, что предлагает Skyway? Значит, вот эта картинка, да, вот я ее искал. Вот, смотрите, вот это у нас, получается, ферма, где вот у нас Юнифлэш, да, находится самый скоростной транспорт до 500 км в час. Здесь у нас находится вот Юнибус, да, 150 км в час. Сзади у нас тоже там вот полужесткая уже вот натянута здесь до 5000 метров. И вот контюбинговая труба, вот он, Юнивинт называется, вот он тоже маленький. Вот, и тоже, когда мы были тогда в 2019 на Экофесте, он летал с такой скоростью, что действительно у меня даже есть где-то видео, я в Инстаграм оставлял. Это действительно завораживающе, когда вот это все движется. И спасибо, действительно. Повторюсь, как сказал Владислав Волков, спасибо этому автору, который вот смог сразу заснять. И единственное, что здесь теперь не хватает Юниконта, потому что вот это вот еще картинка, когда еще Юниконт мы будем здесь видеть. И тогда будет действительно... Ну, еще есть Юнитрак, вы знаете, вот он тоже тут не попал. Но вообще вот это весь пассажирский транспорт здесь представлен. А вот грузовой уже мы увидим в скором будущем, как минимум и у нас, и уже в Эмиратах, вы знаете, тоже уже он есть, это тоже чуть-чуть ниже, я об этом скажу. Ну, опять-таки, это комплексное решение для пассажирских грузовых перевозок. Вот пассажирские перевозки практически вы все посмотрели. Вот здесь я с сыном, я говорю, когда вот мы и были впечатлены, вот и сами проехали, и посмотрели, как это все, с какой скоростью это все движется. И, конечно же, несмотря на то, что там не летал, потому что ограничено километром всего длина пути, но все равно скорость была впечатляющая, конечно, когда вот едешь, и для Париж, скажем так, над людьми, в общем-то, это замечательно, это здорово. И это... Сын мой был в восторге, поэтому я говорю, что у сами младенца глаголит истинно, поэтому я знаю, что все это, все это может быть, все это случится и уже в ближайшее будущее. Ну, значит, смотрите, самое главное, вот что сейчас я вам могу сказать, что большое влияние... Сейчас не был Unicom у нас запрограммирован, да, когда вначале все создавалось Skyway, и вообще не было такого понятия, что вот будет Unicom и так далее. Поэтому вот эта все пандемия, вот эти все новые веяния, вот, и то, что сейчас случилось в Суэцком канале, оказывается, я уже там тоже вам ниже скажу, действительно, таких катастроф постоянно где-то не случаются. Вот, и, конечно, вот эта вот альтернатива, то, что мы... То, что Анатолий Эдуардович предложил вот такую технологию, это дорогого стоит, потому что основная характеристика Unicom, которую сейчас активно строят в Шарже, вот, и в будущем это перейдет уже в адресный проект длиной в 130 километров, значит, получается размещение порта на шельфе в открытом море. Преимущество чуть-чуть ниже, да. Вот, дальше. Естественно, глубина моря в порту 20-30 метров, то есть не надо ничего самим копать, рыть и так далее. Удаление от порта, порта от берега, вот в данном случае вот этой площадки, может быть до 10 километров, может даже и больше, но, в принципе, вот 10 километров, то есть где спокойно развернуться сюда, что они там 400 метров, 300 метров, ради бога. Это не и Суэцкий канал, где там 200 метров, и вот видите, какой затор случился. Дальше. Объем перевалки грузов от 250 миллионов тонн в год. И количество транзитных пассажиров может быть еще от 1 миллиона человек в год. Далее. Конкурентные преимущества данных комплекса. Это оточтение доставки грузов, сыпучих, жидких, штучных на расстоянии 5-10 километров от берега, что без значительного увеличения затрат. Ну, в общем-то, сделали один раз, и это все движется. Второе. Для швартовки крупных судов, вот о чем мы сейчас говорим, нет необходимости создавать причальные стенки и вести дно глубительные и берегоукрепительные работы. Вы знаете, когда даже подходит маленький кораблик, там, допустим, если вот вы находитесь либо на море, вы там отдыхали, все, то вот в этот момент, когда вы стоите на пристани, в этот момент все шевелится. Там такое ощущение, что вот маленький кораблик подошел, а тут уже такое, в общем-то, движение идет и на корабле, и здесь на пристани. Поэтому, когда подходит огромный танкер, там, конечно, вот это все разрушается очень сильно, да. Поэтому, конечно же, здесь сколько нужно затрат, чтобы вот это все укреплять. Третье. Имеется возможность проводить доставку грузов в морской порт, находящийся в области естественных глубин. То есть до 25 метров можно вот это вот все выстраивать и делать и так далее. Четвертое. Транспорт, порт и транспортная система формируют единый логистический комплекс доставки грузов, функционирующий в автоматическом режиме. Вы знаете, что будут сидеть операторы, которые будут видеть, наблюдать, куда подогнать и так далее. Не нужен здесь водитель, который будет, это будет все направленное из центра. Тип транспортировки сыпучих грузов в горнодобывающем предприятии в трюм будет происходить без промежуточного складирования, когда приезжают, высыпают, потом отсюда загружают, опять высыпают. Вот у нас нижний рисунок. Здесь показывает, как это может быть, как это происходить. Также засыпаться в трюм и также дальше двигаться и так далее. Дальше, смотрите, вот я тут начал считать, и вот меня, может быть, вам это будет интересно, но я вот сегодня готовился, конечно, я говорю, когда я начинаю готовиться, вот здесь, в общем-то, кладезь, вот сколько можно всего сделать. Ну, давайте так представим себе. Значит, вы слышали, что там 6 миллиардов долларов, да, это минимальные, да, от 6 до 10 миллиардов долларов, это за неделю потери из-за того, что там еще больше. Это вот просто вот данный момент, то, что случилось, да. Вот такие вот, я не говорю о других убытках там, что, где, чего там, может, испортилось, это другие уже будут. Но в данный момент вот из-за того, из-за блокировки, вот из-за пробки Суэцкого канала 6 миллиардов долларов. Значит, строительство, я поставил Юнистский стрим технология альтернативного пути, если мы возьмем вот этот вот Суэцкий канал и рядом с ним во избежание таких вот случаев, они, при том, я повторюсь, это не первый случай, построить дорогу. Значит, я вот посмотрел, если за 3 миллиона долларов за километр, умножить на 160, если вы помните это вот, да, пусть даже будет с выхода в море туда-сюда, ну, в общем-то, это 500 миллионов долларов, да. Если это 5 миллионов долларов, я не знаю, там уже это уже все, что хочешь там сделать, да, 800 миллионов долларов. А потери от данной пробки за неделю составили от 6 до 10 миллиардов долларов за неделю. То есть в 10 раз больше строительства всей трассы Skyway, при том, что это, скажем, со всеми, со всеми, вот, все-все-все, при том я взял не 1 миллион долларов за километр, а взял и 3, и 5, и так далее. То есть можно поставить вот этот шельфт и так далее. И смотрите, вот, я говорю, тут можно очень много говорить, но скорость хода грузовых судов, вообще, вот, если в открытом море я там просмотрел, да, от 10 до 19 узлов. Но если более скоростные, ну, в основном это вот такие цены, да, это 20-40 километров в час. То есть такой вот огромный грузовоз, он с максимальной скоростью 40 километров в час. Естественно, что в Суэцком канале там наверняка скорость даже не 20, может, там 10 километров в час. И скорость у Скайвэя 120 километров в час. Вот если вот уже с этой точки зрения говорить, то, ребят, если вам предлагают, что вот есть, извините, повозка на лошадях, доехать отсюда, вот Алексей у нас сегодня поехал, допустим, к папе, к маме, с Олигорска, да, вот ему предложить. Леш, есть вот такая, в общем-то, повозка, да, она будет идти медленно 20 километров там, ой, 20 километров в час там, вот, и будешь ехать на природе и так далее, да, навести груз. Или есть у тебя автомобиль, ты на него садишься и доезжаешь за час, допустим, там, или за сколько, да. Или есть еще более там скоростное, будет натянута струна, ты там, за 150. Вот это то же самое. Я уже не беру стоимость, сейчас стоимость опять-таки ниже скажу. То есть я думаю, что вот как только узнают, как только в Эмиратах построится вот это вот, как тогда мечтает шейх Шаржа, что он хочет видеть, как контейнер летит, как летящая пуля. Ну, представляете, контейнеры со скоростью 120 километров в час. И они, он же не один там пролетает, и мы ждем там опять, да, на семафоре сидим на красный свет. Это все, это вот один, второй, третий, каждый там 2-5 секунд, я не знаю там как уже, вот. И вот это все преимущества какие? С корабля сразу поставили, он поехал и до последней мили называется. То есть этот контейнер может сразу приехать туда при желании, да, куда он вообще должен приехать. Ну, то есть вот те люди, которые говорят, этого не может быть, это не то, что не может быть, это уже есть. Это уже строится и все. Просто сейчас нам это все надо, скажем так, понять, что это масштабировать, и масштабирование будет очень быстро идти. Вот, поэтому с этой точки зрения, вот, посмотрите, какая прекрасная картинка, я тоже вот на нее смотрел, смотрел, что вот эту картинку, которую я хотел вам, да, которую я вам вначале показывал, которую перегородила, и вот эта картинка. Одно судно стоит, второе, третье, это действительно вот, знаете, размах, когда вот ты приезжаешь в маленький аэропорт, да, когда все друг на друге, и вот один самолет тут же другой, там, и боишься, боже мой, они там друг другу мешают и так далее. И когда вы приезжаете, допустим, в аэропорт Дубая, когда там ходишь, смотришь и так далее, что куча самолетов, огромные лайнеры, там, три семерки, либо там аэробус, там, да, в общем-то, неважно какой, ну, вот, вот это, вот, это масштабы эти. Вот, поэтому это с этой точки зрения. Ну, вот, смотрите, значит, очень большие статьи, я просто вот, ну, я говорю, я немножко поплыл здесь, сколько здесь всего. Так вот, так как контейнерные перевозки, вот, судоходство считались наиболее выгодны, потому что это можно загрузить, то стали строить огромные лайнеры. Огромные лайнеры. И вот, оказывается, что, смотрите, согласно статистике, вот я, ну, уже готовился, много, я говорю, статей перечитал, ну, вот, такая вот была статистика с 2008 по 2013 год, когда еще не было и ковида, и даже вообще никто не знал, что такое, да. Так вот, смотрите, судоходная отрасль с 2008 по 2013 год потеряла, теряла в среднем 1675, опять, 1679 контейнеров в год. То есть, они просто тонули. Представляете? Вот это для меня тоже был шок. То есть, они, либо их смывало, либо, как вот здесь показано, что тяжелый, он переломливается, вот был такой Наполе, да, он переломился, потому что волна, она шла вот так посредине огромная волна, он разломался там, да, утонули контейнеры, там что-то там где-то смыло, там что-то еще, вот, представляете, просто утеряно. Так вот, а из этих, которые утеряны, 10% содержали опасные для морской жизни химические грузы. Вы представляете, вот, я вот даже не представляю, если вот Юницкий построит такую дорогу, допустим, от порта Корфахан до Шаржа, и вот, вы знаете, там, ну, там, вот за год потеряется 1679 контейнеров. Куда они потеряются, если их вы поставили на вот эти железные дорогу, да, и оно вжик, и поехало 120, и вот все оно здесь. Я вот так тоже думаю. Вы представляете, какая технология вот тут вот у Юницкого здесь все. Все подотчетно, все это фиксируется, все это знает, куда идет. Да не то, что там поставил контейнеры, и, как говорится, и все, и он поплыл корабль. Где он, что он, как и так далее. И плывет он 20 км в час. Ну, пусть даже 40 км в час. Ой. Ну, вот, про Суэцкий канал еще. Я вот вам тут просто говорю, что это не первый раз, вот что случилось. Был еще такой гигант, Эмма Майерс, тоже там фотография, если кто хочет найти, грузом с 14 тысяч контейнеров было на него борту. Из-за местного разрыва металла забортная вода начала поступать в туннель грибного вала. И через несколько минут водонепроницаемая переборка не выдержала давления, и мощный поток лынул в машинное отделение. До полной остановки электрогенераторов капитан успел предупредить местные власти, Суэцкого канала, чтобы вы понимали, опять-таки Суэцкого, и суда в караване. И дав, только дав полный аварийный ход, судно удалось дойти до точки порта Саида, где ему оказали помощь спасатели. То есть, если бы он не просто там сел на мель, а он бы там затонул бы, вы представляете, 14 тысяч контейнеров. То есть, по сколько там, по 35 тонн. Ну, то есть, это такие проблемы, когда начал читать, там, это вообще-то. И вот эти вот маленькие, вот эти там, Панамский канал, там же он же на шлюзах. Этот бесшлюзовый Суэцкий, а там на шлюзах. Ну, ребята, это, в общем-то, действительно большая проблема, как я увидел. Вот, то есть, доставка вот этих вот грузов. Ну, и вот посмотрите тоже, я там написал стоимость. Вот я нашел компанию, называется Север-Юг НСЦ, да, грузоперевозки из Эмирата в Россию. Чтобы вы знали, какие цены. У нас, вы помните, я вам говорил, один цен за тонну на килограмм. Теперь слушайте, вот это вот я сегодня прочитал, тоже обалдел. Партия грузов, помимо автопочистей и ткани, принимается к отправке только в том случае, если займет, занимает объем, это для заказчиков, как минимум 20-футового контейнера, то есть 25-30 метров кубических. Стоимость морской, морской это самый дешевый, контейнерной перевозки не превышает 1 доллар за килограмм. Ребят, 1 доллар за килограмм, когда у нас 1 цент за тонну. Ну, понятно, что они зарабатывают, но вы представляете, это уже, как говорится, потому что дорого это все становится, дорого. 1 доллар за килограмм. Чем компактнее ваш груз, тем дешевле получается стоимость. Транспортировка 20-футового контейнера, обходится, если вы контейнер заказали, 3,5-4,5 тысячи долларов. Транспортировка 40-футового получается 9-10 тысяч долларов за контейнер. То есть, если даже снизить в 2 раза, это уже будет выгоднее. А для компании Unitsky String Technologies, для SkyWay, это будет колоссальная прибыль. Вот, понимаете, о чем можно говорить. Соответственно, для тяжелых компактных грузов цена перевозки составляет там 5 долларов за килограмм, ну, еще будет там 0,5 долларов за килограмм. И чем легче объемный груз, тем ближе цена к верхнему доллару. Вот такие вот цены. То есть, я просто был поражен, потому что, когда вот такие вот цены выходят, понятно, что бизнес весь перейдет, вот, скажем так, будет искать альтернативу. Соответственно, и для конечного покупателя, вот мы тоже говорим, я вот там люблю кофе, кто-то любит чай. Но я вот прихожу, то кофе покупал там 4 рубля, ну, белорусских, потом это стало 5, потом осталось 6, теперь это тоже самое стоит 8. Почему? А вот потому что там где-то советский канал затонул, там где-то уронили, там где-то потеряли. Вот как это все стало. Страдают всегда конечные покупатели. Большой бизнес, он к себе в убыток не идет, понимаете? Вот такие вот вещи. Это чтобы вы понимали, вот как это все строится, вся эта макроэкономика. Благодарим автора технологии, Юницкого Анатолия Эдуардовича, да. Дай бог ему здоровья, дай бог ему, скажем так, сил и нашей поддержки, чтобы все это осуществить. Поэтому несколько раз жал ему руку уже, да. И сейчас очень мечтаю, чтобы человек, наконец-таки, я чувствую вот его напряжение, потому что действительно все это, сколько он уже выдержал, и дай бог ему сил, в общем-то, делать это и радоваться, и радовать нас. Да, это было вот в озерах, вот такой был, да, первый экземпляр, да. Сейчас у нас, как говорится, вот такой юнибайк тут нарисован. Действительно, вот видите, как это все двигалось. Вот, и действительно, я представляю, что будет через 10 лет еще. Как это будет все здорово. Инновационный центр SkyWay в Эмиратах. Вот, когда я говорю, что наши люди рассуждают, этого не может быть, это не может быть, это вот, я еще раз говорю, в прошлый раз я там поругался на своих нескольких инвесторов. Ну, там, в общем-то, ну, слава богу, люди оплатили и осознали, и понимают, что цена и ценность несоизмеримы. Вот, смотрите, какая красота будет, и почему-то вот в Эмиратах они умницы, что они сразу хватают новой технологии. Когда-то Япония пошла по этому пути, сейчас Эмираты. Поэтому все, которые говорят, у них нефть, нефть всего 5%, 20% туризм. И вот сейчас, когда состоялось вот это вот мероприятие огромное, да, что вкладывают люди в туризм, люди приезжают только там, где они, понимаете, видят себя вот действительно вот футуристическая страна, это Арабские Эмираты, да, футуристическая. И поэтому очень здорово, что Анатолий Эдуардович был там в числе главных приглашенных. Его отдельно, мы сделали ему презентацию. Вот видите, как глава вот инновационного центра в Шаржево, он так и сказал, что это вот присутствие здесь очень уважаемый человек, Анатолий Эдуардович. Мы гордимся тем, что вот этот проект есть у нас именно, и мы будем действительно в Skyway, этот действительно, этот проект очень важен для нас. Мы гордимся и благодарим Юницкого за то, что, в общем-то, делает на территории парка. Такие вещи. Вот, ну вот этот парк, да, вот 14 марта тоже очень много было различных у нас новостей. Вот, поэтому, смотрите, ведется строительство, вот уже есть 400-метровая трасса, потом будет пассажирская 2,5 километра, и будет уже строительство, я еще раз говорю, строительство именно вот уже прошли испытания первого 20-футового Юниконта, но это гибкая трасса, да, то есть это вот, значит, это не значит, что это вот тот Юниконт, который вы видели там первым, потому что та трасса еще строится. И вы знаете, что вот я, Леша, специально попросил поставить там фильм после этого, чем уникален, там есть 6 фильмов, которые называются чем уникален транспорт SkyWay, да, и вот там инженеры говорят, что анкерная опора, вот это, допустим, да, когда она возводится там, где натягивается между струнами этого, допустим, промежуточно, есть анкерная опора, да, вот. Так вот, там получается нагрузка на анкерный узел, вот этот получается 500 тонн, да, и получается, если возводить, вот когда они, говорит, писали, даже когда вот те люди, которым они, говорит, давали вот этот вот, которые строили, там написано отклонение не более там нельзя на 1-2 миллиметра. И, говорит, люди улыбались, думали, что это ошибка. Так это не ошибка. Вот какие у нас мастера, какие у нас умнички находятся люди вот в этом, в нашем, скажем так, конструкторском бюро. Вы представляете, какие нагрузки и какая должна быть точность? Меня вот это очень поразило, и я поэтому говорю, посмотрите вот эти все 6 фильмов, мы сегодня с вами сейчас один посмотрим, но вы обратите внимание, насколько наши люди, это вот просто уникальный, уникальный, чтобы вот поэтому я и говорю сейчас, чтобы китайцам повторить это, как говорится, знаете, это надо, ну, я не знаю, это надо быть или кулибиной, или вот левшой, чтобы который подковал, а такие люди есть только у нас. Поэтому здесь, конечно, что-то, может быть, будет выходить на второй уровень, вот они сейчас вышли, вот там построили вот эти вот огромные балки. Но такую красоту, как делают наши ребята, вот во главе с Юницким, такого нет и нигде, навряд ли в ближайшее время это смогут повторить. Поэтому, ну, вот немножко так сегодня вот у меня эмоционально, да, разное, вот я говорю, вот, вы уже слышали меня в предыдущей презентации, вот, ну, я вот говорю всегда о том, что меня вот в данный момент заволновало сейчас. Поэтому благодарю вас, вот. И я опять-таки говорю, всегда говорю о том, что я очень всегда слушаю детей, о чем они говорят, потому что дети не обманывают, да. То есть, в общем-то, дети, если они живут свободными, если они не боятся, они говорят всегда правду. И поэтому я говорю, что я очень рад, что мой сын очень полюбил эту технологию, да. Вот. И я знаю, Саша, вот, Лешина дочка, тоже она, мы всегда вместе ездим, у нас дети одного возраста. Вот. И самое главное, что, а для нас, для родителей, важно, чтобы наши дети были здоровы и были, в общем-то, счастливы, да. И вот поэтому я говорю, вот, когда бегали по травке и когда над нами пролетали вот такие вот юнибусы, да, в общем-то, это смотрится фантастически, потому что, когда над тобой самолет пролетает, это все-таки громко, это все-таки где-то там, вот, если вертолет, допустим, там, шумно и ветер, то здесь просто вот, ну, как я не знаю, там, вот, птичка пролетает, также вот проезжал над нами огромный юнибус, перевозящий людей, да, и, а мы спокойно вот находились внизу. Поэтому я уже очень настроен на то, чтобы побывать и у нас в Марьиной Горке, в эко-парке, да, на эко-фестивале, и в Эмираты, в Эмираты настраиваюсь, что мы там обязательно будем всей командой нашей, возможно, семьями. Поэтому, ребят, чего вам, вас желают, поэтому встретимся обязательно вместе. Леша, к сожалению, опять-таки не слышу, скажи ему что-нибудь. Да, почему-то у меня я не слышу, хорошо, что вы меня слышали, поэтому, да, ну, в общем-то, раз я вас не слышу, можете писать, вот, или тогда, Леша, тогда перехватывай инициативу, вот, может, что-то тоже скажи тогда. Так. 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 В Эмиратах представлены на данный момент три вида путевых структур. Одна – это провисающая путевая структура, которая была представлена осенью 2019 года. Также ведется строительство жесткой путевой структуры для проезда транспортных средств по низу, терминной путевой, и по верху. На данный момент ведется строительство путевой структуры, так называемой, полужесткая. Путевая структура. Пролеты на полужесткой путевой структуре мы обеспечиваем 288 метров. Если разбить транспортную эстакаду в целом на крупную узловую сборку, да, то вы увидите, что есть основные узлы. Это узел анкерения, это опорный узел, на котором опирается путевая структура на промопорах. То есть, по сути дела, путевая структура, она разделяется на три основных больших элемента. Уберите любой из этих элементов, и путевой структуры не будет. Поэтому узел анкерения, несомненно, один из тех трех слонов, на которых держится путевая. Узлы анкерения – это достаточно уникальные узлы. В гражданском строительстве и в обычной жизни такое очень тяжело встретить. Дело в том, что нагрузка, как я уже сказал ранее, порядка 500 тонн на один узел анкерения приходит. И сконцентрировать свое в одном месте, зачастую инженеры стараются такого не делать. Но вот для нас такие задачи ставятся. И у нас даже была такая ситуация, когда подрядчик брался за монтаж наших узлов анкерения. Возникла такая смешная ситуация. У нас точность выставления узлов порядка 1-2 мм, не более, потому что требования по транспорту. Люди думали, что это ошибка, люди улыбались, потому что не понимали, как можно 7-метровые конструкции выставлять с такой точностью. Но в наше время это необходимо. Сказать, что где-то существует в мире или где-то в каких-то отраслях, наверняка что-то есть. Но, скажем, для повседневного человека обычного на глаз это не попадается. Я думаю, это специальные какие-то, специальные места, спец. Может быть, где-то в высоковольтных проводах, где-то там используются такие анкера. Но, опять же, конструктив везде свой, и поэтому каждый конструктор творит так, как ему кажется, лучше. Это одно из преимуществ нашей системы. То, что мы развиваемся в двух направлениях. То есть у нас есть направление работы от контактной сети машины и есть направление работы от аккумуляторных батарей. Ведь мы не знаем, что будет завтра. Может быть, завтра сделают аккумулятор, которого будет хватать на несколько дней работы, и этого будет достаточно для удовлетворения запросов заказчика. И тогда вопрос будет решен. Но в то же время отказываться от контактной сети тоже нерационально. Система управления транспортного средства будет построена таким образом, чтобы одиночные независимые отказы транспортного средства не приводили к остановке транспорта на путевой структуре. Для подобного опасного события должны произойти как минимум несколько неисправностей. Причем эти неисправности должны произойти в достаточно коротком интервале времени. Ведь если эта неисправность будет диагностирована, то транспортное средство будет остановлено на очередной анкерной опоре или на очередной эвакуационной опоре, и далее в маршрут выпущено не будет. А расчетными методами мы показываем, что вероятность опасного накопления двух и более независимых неисправностей в течение указанного времени диагностирования непродолжительного, в общем-то, не превышает безопасного уровня. Прозабывать при этом про контактную сеть мы тоже не можем, потому что могут быть заказчики, которые могут попросить контактную сеть. Но как же здесь реализована безотказность работы системы? Дело в том, что и в поездах, если проводить налоги в метро, контактная сеть есть нерезервируемый элемент системы, который при поломке полностью выводит систему из строя, всю транспортную систему. И поэтому он требует к себе такого трепетного довольно отношения, обслуживания регламентированного. У нас немножко другая ситуация. У нас, поскольку машины, машины, которые ездят даже от контактной сети, имеют на борту небольшой резервный, так сказать, тяговый аккумулятор, то есть машина может сама потом закончить маршрут свой, то есть доехать до какой-то конечной точки, по крайней мере, высадить пассажиров. Таким образом мы добиваемся надежности работы системы для устранения ситуации, которые могут быть неудобны для пассажиров. То есть это застревание в метро, например, как в случае метро, застревание в тоннеле и тому подобные случаи. Что еще здесь сопряжено с этим? Дело в том, что для того, чтобы обеспечить надежность системы контактных сетей на должном уровне в таких системах, как метро или железная дорога, затрачивается очень много средств. Фактически на каждой тяговой подстанции устанавливаются две тяговые подстанции. Для того, чтобы есть случай неисправности одной, сразу же подключилась другая тяговая подстанция. Но при этом сама по себе контактная сеть, она не резервируется. Поэтому надежность в нашем случае, в случае наших комплексов, она выше будет, чем в той же железной дороге или в метро. Узлы анкерения воспринимают нагрузку от путевой структуры через болтовое соединение, либо через сварку. И воспринимая ее в разных зонах, они по-разному ее передают на плиту покрытия. Таким образом, можно добиться небольших напряжений в стале, небольших нагрузок локальных, а при этом от путевой структуры приходит порядка 500 тонн на один анкер. То есть даже при небольших габаритах мы умудряемся, в общем-то, добиться небольших напряжений, долговечности, надежности узла в целом. К тому же, если вы обратите внимание, там есть такое желтого цвета, определенные элементы, это требования к электроизоляции узлов анкерения. Кроме того, что они должны нести полезную нагрузку, они еще должны быть электроизолированы. Таким образом, появляется дополнительная нагрузка на конструкцию данного узла. То есть эти узлы должны, скажем так, еще обеспечивать необходимую электроизоляцию, безопасность, электробезопасность прежде всего, и выполнять свою основную функцию. Ну, я рад, что вы дослушали. Вот эти шесть фильмов. Я думаю, их стоит посмотреть. Вот. И, конечно же, посмотрите, потому что я смотрю вот уже несколько раз, и вот всякий раз ребята рассказывают, вроде одно и то же, да, пересматриваешь и всякий раз обращаешь внимание на новые факты, да, и вот что-то начинает доходить, и осознаешь уникальность вот нашей с вами дороги. Вот. Благодарю вас за внимание. Вот. Простите, если сегодня, скажем так, не был на связи, не слышал. Вот. Спасибо мне, что подсказала Светлана про канатную дорогу, не мог вспомнить, да. Вот. И вы знаете, я говорю, очень много событий происходит таких в мире, да, и хочется все осветить, потому что повторять одно и то же не всегда хочется, да. Вот. Поэтому то, что вот сегодня зацепило что-то, хотел вам рассказать новое, сравните все. Но я говорю, если все подходить рационально, то здесь очень и очень вот на холодную голову, здесь настолько все круто, что просто надо вот сейчас успокоиться и дать возможность вот нашим умницам, ребятам, которые в этом, в каждом, в этом фильме, да, вот, чем уникален Skyway. Они действительно вот умнички, эти ребятки, молодые, талантливые. И я очень горд за то, что у Юницкого в КБ работают такие молодые, умные, талантливые ребята. Спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами. Вот. Надеюсь, что в следующий раз у нас будут тоже очень интересные новости и очень интересные примеры. Благодарю вас. Мы находимся под Минском в эко-технопарке. Круглый год здесь проводят испытания новых транспортных технологий. Здесь же прошел четвертый эко-фест. Ежегодно его проводит компания «Струнные технологии». Она занимается развитием технологий Skyway, транспорта, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Мы хотим избавить города от пробок. Если мы уйдем на второй уровень, исчезнет такой фактор травматизма на дорогах. Во-вторых, мы можем попасть в труднодоступные места, куда не может попасть железная дорога, куда сложно долететь авиацией. Или, например, невыгодно. Это горные, болотистые местности. Это вечная мерзлота. Это «Юнибус», «Юникар», «Юнибайк». Всего 11 моделей электромобилей. Среди них грузовой и пассажирский транспорт. Разные модели перевозят от 2 до 80 человек со скоростью от 150 км в час. Вот самый быстрый из них – новинка этого года. Его заявленная скорость до 500 км в час. Технология направлена на значительное сокращение сдержек за счет особенностей конструкции и увеличения скорости подвижного состава. За счет чего, собственно, позволяем себе достигать высоких скоростей – это снижение потерь. Снижение потерь на качение за эту зону отвечает колесо, его специальный профиль. За основные потери – это аэродинамика при высоких скоростях. За это отвечает специальная форма кузова. Самое главное – это коэффициент сопротивления аэродинамического. Уменьшая сопротивление, уменьшая потери в воздушную среду, позволяет нам достичь такого результата. Анатолий Эдуардович Юницкий – изобретатель Skyway. С детства он мечтал о космосе, увлекался ракетным моделированием. Родился в Беларуси, в 1973-м окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности инженер-пузей сообщения и следующие 20 лет посвятил изучению транспортных систем и проблем освоения космоса. Сегодня у него сотни тысяч единомышленников. Четыре года проект Skyway развивается за счет средств инвесторов. Их почти полмиллиона из более двухсот стран. Я понял, что самое главное для скоростного транспорта – это аэродинамика. Если поднимем транспортно-следственную высоту, то аэродинамика получается в два с половиной раза. А потом, когда стал думать над рейсом, мы едем по дороге, высотой меньше, чем рейс – 12 сантиметров. Так вот, вот этот рейс – это висячий мост. И оказалось, что это эффективность существующих систем, и там все эстака было дешевле в несколько раз. За то же колесо топлива мы в 10 раз больше перевозок совершили. Я шел к этому несколько десятилетий. Потом я осознал, что я придумал. То, что нужно человечеству. И тогда для меня стало главное вот это. Пока технологии тестируют. Сейчас под Минском. Еще один центр испытаний с прошлого года строят в Объединенных Арабских Эмиратах в Шарджа. А Министерство транспорта Дубая уже включило технологию SkyWay в программу развития города. Власти одобрили строительство 15-километрового участка с 21 станцией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...